Я просто сидел и как обычно готовился к записи, перечитывал еще раз сценарий, настраивал роблокс, ну в общем все как обычно перед съемкой видео. В этом видео я уже довольно замученный, потому что это была наверное попытка 20 его записать, мне постоянно кто-то мешал, то новички, то попрошайки, то может какие-то донатеры. И в момент когда я себе выбирал мечи, ко мне подходит какой-то новичок. Я подумал, что это обычная попрошайка, ну в принципе как обычно, но он написал привет и не бей меня, что показалось мне довольно странным. И по последнему сообщению я точно убедился, что это обычный новичок, к тому же попрошайка, но просил он не фрукт, а деньги. И это сообщение меня заинтересовало. Доброго времени суток дорогие друзья, с вами я, Каразум. Перед началом видео я бы хотел попросить у вас поддержки, потому что такой контента у меня на канале еще не был. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и заходите в наш дискорд сервер. Приятного просмотра. Я ему написал привет, но даже после моего привет он все равно продолжал писать, пожалуйста, дай денег, прошу. Я даже не успел ему объяснить, что здесь нельзя давать деньги. Но все же я ему написал, что здесь нельзя передавать деньги. Далее он меня спросил, где же здесь взять фрукты. Его в принципе можно понять. Когда мы все начинали играть, мы тоже не все всегда понимали. Далее он достал из инвентаря фалькон. На самом деле фрукт-то неплохой, но все же для начала он такой себе. Я ему ответил, видишь тут справа от меня торговец, у него можно взять фрукты, но с 50 левела. Он согласил, что я ему купил фрукт. Так, давайте в принципе его откроем, почему бы и нет. Так, подходим к NPC, хорошо. Я надеюсь выпадет какой-то хороший пружинный фрукт. Ну, в принципе, новичку может и нормально будет, я не знаю. Он мне написал спасибо, и я решил у него спросить, разбирается ли он вообще в фруктах. На что он мне отвечает, что он не очень сильно в них разбирается. Так, я ему написал, что для начала он ему будет неплохой, и чтобы он его съел. Он написал окей, ну ждем пока он его съест. Кстати, мне интересно, почему вот новичок тут совсем один. У него по-любому же должен быть там друг, не знаю какой-то. Нужно будет его об этом спросить. Так, ну он съел фрукт пружинный и пошел выпрашивать у другого. Кстати, ему выпал фрукт алмаза. Если он даст его этому новичку, будет очень хорошо. Я предлагаю помочь этому новичку в видео, на потом отложу просто. Ему все-таки дали фрукт алмаза. Я думаю, он будет получше, чем фрукт. То, что я ему дал, поэтому я ему написал, чтобы он его съел. После этого он поблагодарил того, кто дал ему этот фрукт. Ну, это все отлично. Но я предлагаю все-таки переместиться в более... Ну и люблю себя. Я предлагаю переместиться в более уютное место. Спасибо. И все-таки поговори с ним, как он здесь оказался и что произошло. Он у меня еще раз спросил, что ему делать с этим фруктом. Я ему сказал, чтобы он просто взял его с собой и мы ушли. Потому что там происходило очень страшное. Теперь все-таки предлагаю узнать, что он здесь делает. Я ему задал прямой вопрос, играет ли он с другом, с подругой, может еще с кем-то. Он мне ответил, что они начинали играть вместе с другом. Но они поссорились и перестали вместе играть. Поэтому он остался один. Да, на самом деле неприятная история. Не знаю, может попробовать его научить играть в Блоксфрут? Первым делом я решил спросить, какой у него уровень. Чтобы узнать, на каком этапе игры он находится и насколько он новичок. Он ответил, что у него десятый уровень. Я решил ему помочь, потому что с ним произошла не очень приятная ситуация, но при одном условии. При том условии, что он подпишется на мой канал. Он любезно согласился на мои условия. Я ему скинул ник канала и ждал его подписки. Ну а пока я жду, пока этот новичок подписывается на меня, вы тоже не забывайте подписываться и ставить лайки. Ну а далее мы отправились в наше путешествие. Мы прибыли на остров джунглей, и я ему написал, чтобы мы пошли фармить ему левел. Далее он взял квест, начал фармиться, ну а я просто стоял и наблюдал за этим. Когда же он нафармил 15 левел, я ему сказал о том, что у него уже открылся следующий квест, и мы пошли его брать. Я ему сказал, чтобы он взял квест на горилл и шел за мной. И наш новичок принялся за старое, и опять выпрашивает фрукты. Ой, ему дали какой-то фрукт. Что это? Что это за фрукт, я после обновления не понимаю. И да, после обновления я реально не понимал, что это за фрукт. Но как оказалось, это была всего лишь ракета, которая была заменена на фрукт, килла. И в принципе ценность она никакой не составляла. Далее он быстро нафармил горилл, и мы пришли к его первому боссу, а именно к королю гориллу. Так, ну я уже на острове, новичок в принципе должен был запом... А нет, не запомнил. И немного не быстро он учится, но это уже такое мелочь. Так, у нас тут случились небольшие проблемки. Тут какой-то типочек очень сильно мешает нам убивать босса, ну точнее нашему новичку. Ну, в принципе, думаю нормально все будет. Наш новичок убил своего первого босса, и подошел сказать мне об этом. Ну а пока наш новичок убивает босса, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Как только будет 50 лайков под этим видео, я сразу же выпущу вторую серию. Спустя какое-то время он наконец-то аппет 30 левел. Но дальше происходит то, что никто бы не смог предвидеть. Пока мы стояли и ждали респауна нового босса, подбегает какой-то щелик с ником Димончик. И я заметил только на монтаже, то что у него ник написан почти так же, как и у моего нового знакомого. И когда Димончик написал Димон и три знака вопроса, я вспоминаю про его друга. Оказывается, что он сказал своему другу, что он не будет сегодня играть. И Димочек сказал, что Димчик ему больше не друг.